всем привет с вами снова георгий skymax пара motors сегодня у нас на обслуживании monster silent и ему требуется замена ремня редуктора в этом видео я покажу как правильно это делать и какие этапы при замене ремня происходит погнали так начинаем со снятия аирбокса хомут и сзади такой у него липучка страховочная и аккуратно вытягиваем вверх шестигранник шестерка пускаем шестигранник поперечный теперь задний берем специальный круч и ослабляем натяжение ремня вот такой характер повреждения ремня да уже требует его замены потому что шкив начинает проскальзывать просматриваем шкив на предмет не остались ли ошметки старого ремня в ручейках новый ремень устанавливаем предварительно немножко натягиваем берем заранее подобранный вес нам в данном случае надо подобрать три килограмма три с половиной килограмма на monster плюс четыре с половиной три с половиной килограмма ну и вешаем вот в этом ключике с этой стороны есть отверстие вешаем наши гаечки и видно как происходит натяжение то есть он чуть-чуть опускается для того чтобы все было правильно еще делаем пару раз прокручиваем за шкив и он тогда еще чуть-чуть уходит то есть все ручейки ремня входят в ручейки шкива все никаких дополнительных усилий не прикладываем все ремень натянут дальше начинаем затягивать болтой не осталось поставить airbox предварительно проверяем что резинка они нигде вот это не треснуло нету средов разрушения просто проверяем каждые сто часов вот эта резиночка меняется вот эти метки должны совпадать тогда правильно вот эта резинка выставлена относительно airbox здесь желательно отслеживать чтобы airbox не был туда смещен сильно или сюда сильно смещен по оси до находился то есть вот как он лег так и оставить затягиваем кому мы ставим лепут и желательно не перетягивать вот этот хомут потому что можно просто прорвать вот эту резинку итак теперь вы точно знаете как правильно заменить ремень на вашем двигателе мост на мостере плюс ремень меняется подобным же образом в описании видео вы найдете ссылки на наш сайт на наши социальные сети обязательно подписывайтесь ставьте колокольчик если есть какие-то вопросы задавайте их в комментариях всем спасибо спасибо